Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. Апрель – месяц благоустройства, как убирали город на минувшей неделе. В Самаре возобновили перевозки по полному маршруту троллейбуса номер 6. Последние два года из-за строительных работ на развязке Самарского моста состав двигался только до Хлебной площади, не заезжая в Куйбышевский район. К большой воде готовой в Самаре прошла командно-штабная тренировка муниципальных и спасательных служб. 12 апреля в России отметили День космонавтики. Как прошел праздник на самарском предприятии РКЦ «Прогресс». Народная артистка России Эльза Лиепа осмотрела самарские библиотеки. Балерина очень любит читать и сама пишет книги. Апрель – месяц благоустройства. Готовить Самару к лету традиционно выходит весь город. В эти выходные состоялся первый крупный субботник – Гагаринский. На него вышли почти 20 тысяч человек. Глава города Елена Лапушкина наводила порядок в знаковом месте – сквере Фадеева. Как проходила уборка, увидела наша съемочная группа. Весеннее обновление космического масштаба. Более 20 тысяч человек приняли участие в Гагаринском субботнике. Традиционно его проводят в преддверии Дня космонавтики. На уборку города вышли муниципальные служащие и глава Самары Елена Лапушкина. Гагаринский – первый в череде общегородских субботников в апреле. Искренне люблю этот месяц, поскольку он позволяет наш город привести к летнему сезону, чтобы он показал всю свою красоту, всю свою зелень, всю свою газону, всю свои парки, скверы. Очень люблю сама красть, поэтому сегодня принимала с огромным удовольствием участие в этом субботнике. Глава города и около сотни сотрудников разных департаментов администрации наводили порядок в сквере Фадеева, который прилегает к дому номер один по проспекту Ленина. В народе его прозвали «Дом Козлова», поскольку история этого здания началась в 1961 году с приказа главного конструктора завода «Прогресс» Дмитрия Козлова, который затем и сам жил в этом доме, а также участвовал в создании сквера. Символично, что именно с этого общественного пространства начинаются акции по уборке города. Ведь даже само слово «космос» в переводе с древнегреческого означает «порядок». На внутригородских районах, на тех территориях, которые закреплены за районами, инвентарем обеспечивает сам район. Там, где работает на общественных пространствах гор Зеленхоз, муниципальные предприятия, МП благоустройства, парк Самара, самый парк, ну то есть набережные, естественно, сами набережные. Мешков, лопат, грабель, всего хватает. Александр Наумов работает в городском департаменте спорта. Вместе с коллегами тоже вышел на субботник. Зима закончилась. В этом году зима была очень снежная. И очень много парков, скверов остались еще в остатках снега. И нужно было упрать, помочь, чтобы детишки могли выходить играть, чтобы люди спортом могли заниматься. Сквер Фадеева в 2019 году благоустроили по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В ходе рейтингового голосования именно этот сквер тогда занял лидирующие позиции. После проведенных работ здесь появился уникальный детский городок с луноходами, ракетами и другими тематическими объектами. В сквере установили современные скамейки, навесы от солнца, на дорожках смонтировали плитку, оборудовали каскад спортивных площадок, уложили современную беговую дорожку. Напомним, что именно жители выбирают, какой парк или сквер необходимо привести в порядок. Уже с 15 апреля начнется голосование за объекты, которые будут благоустраивать в следующем году. Свой голос можно отдать до 30 мая на платформе 63.городсреда.ру, пройдя авторизацию через госуслуги. В голосовании будут участвовать 20 общественных пространств по всему городу. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. В Гагаринском субботнике, который прошел в Самаре в минувшие выходные, приняли участие не только городские власти, службы благоустройства, сотрудники промышленных предприятий, управляющие компанией ТСЖ, ЖСК, но и жители. Итоги работы подвели на совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Подробности в нашем сюжете. Около 20 тысяч человек вышли в минувший выходной на улицы города, чтобы принять участие в Гагаринском субботнике. Не только городские власти, но и службы благоустройства, сотрудники промышленных предприятий, управляющих компанией ТСЖ, ЖСК, жители. На совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной подвели итоги проделанной работы. На уборке города было задействовано 278 единиц техники, в том числе 68 самосвалов. Каждый из них сделал по несколько рейсов. Как результат, вывезено 1706 кубометров отходов. Помимо сбора мусора, участники субботника вырошили снег, который в теневых местах еще сохранился, а также ремонтировали дорожные ограждения, очищали фасады домов и световые опоры от незаконных объявлений. Была проработана схема по раздаче инвентаря, назначены были ответственные, ну и также была проговорена схема сбора мусора и вывоза с территории городского округа Самара. Те планы, которые задачи ставились по видам работ и по объему по Гагаринскому субботнику, практически были выполнены. Единственный момент – то, что немножко смазала погода, пошел дождь, поэтому во второй половине муниципальные предприятия также продолжали работать, но в основном уже на вывозке мусора. Особое внимание глава Самары Елена Лапушкина уделила ситуации с частичным обрушением входной группы 83-го дома на улице Куйбышева. Здание находится в стадии признания аварийным. С 2010 года там никто не проживает. В результате инцидента никто не пострадал, доложил глава Самарского района Роман Радюков. Сейчас там есть угроза обрушения? Сейчас угрозы обрушения там нет. Действительно, я вчера, как вам докладывал, это входная группа к этому, к основной литере А. Там никто не проживает, на первом этаже находится объект потреб рынка, на втором этаже никто не проживает. Глава Самарского района рассказал, что все противоаварийные работы по адресу были проведены. Управляющая компания вывезла мусор, образовавшийся в результате обрушения, огородила прилегающую территорию фан-барьерами. В ближайшее время будет решена судьба стены, выходящей на улицу Куйбышева, которая раньше была связана с пристроем, а сейчас оказалась без опоры. Экспертиза с участием представителей управления объектов культурного наследия покажет, можно ли ее снести. Виктория Шарая, Василий Колдашов, События. В Самаре обновили перевозки по полному маршруту троллейбуса номер 6. Последние два года из-за строительных работ на развязке Самарского моста состав двигался только до Хлебной площади, не заезжая в Куйбышевский район. Сейчас же троллейбус возобновил движение до улицы Грозненская. Подробности в репортаже Марии Левиной. Этого события жители Куйбышевского района ждали почти два года. На линию вернулся шестой троллейбус. То есть с сегодняшнего дня он следует по полной трассе маршрута от губернского рынка до остановки улицы Грозненская. Очень долго ждали, очень важен для всех людей. И для пожилого, и для молодого, и для учащихся, для всех людей. Очень важно. Чтобы попасть в вторую часть города через Авролу на 66-м. Здесь преимущество для всех. Для студентов, для школьников, для пенсионеров. Это как раз и льгот. Выгодно очень ездить, чем платить по 35 рублей. И быстрее намного. Два года троллейбусы следовали от остановки губернский рынок по укороченному маршруту до остановки Хлебозавод номер 3. Сокращение маршрута было связано со вторым этапом строительства мостового перехода Самарский от улицы Шоссейной до границы городского округа Самара. Данные работы ведутся по заказу Министерства транспорта и автомобильных дорог региона. На это время пустили дополнительные автобусы. Также для жителей работал коммерческий транспорт. По полному циклу троллейбуса у нас ходил автобус, но количество транспорта было не очень велико. Он ходил по расписанию, но, конечно, жители привыкли к тому, чтобы такой транспорт ходил чаще. Сказать, что жители ждали этого, ничего не сказать. На самом деле это была острейшая проблема, потому что вопрос транспортного обеспечения вообще один из важнейших для Куйбышевского района. И, конечно, троллейбус берет на себя огромную нагрузку с точки зрения перевозки пассажиров. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» троллейбусы пошли по инновационной контактной сети. Фактически ее заново переустроили. 11 километров в оба направления проведены и долгожданный пуск экологичного транспорта состоялся. Новые технологии для транспортного строительства недавно стали применять в регионах Российской Федерации, а впервые их использовали на троллейбусной контактной сети в Самаре. Сети оборудованы современными защитными технологиями. Это ноу-хау, разработанное на самарской земле, уже взяли на вооружение в Москве и Санкт-Петербурге. Один из соавторов инженерных разработок – наш земляк Виктор Стройков. Я работаю 1992 года по контактной сети. Это первая такая большая линия смонтированной троллейбусы. Впервые в Самаре были установлены консольные изоляторы на кронштейнах, которые обеспечивают высокоизоляционную стойкость и надежность в эксплуатации, долговечность. Эти конструкции будут стоять более 50 лет. Крепления продольно-несущего троса к направляющим кронштейнам выполнены из полимерных изоляционных материалов. Они не разрушаются от воздействия ультрафиолетовых лучей и обладают гидрофобными свойствами. Вода не проникает. Это также увеличивает срок службы узлов и механизмов до полувека. Кроме того, что новые устройства практичнее и дешевле иностранных аналогов, еще они радуют горожан своей эстетической привлекательностью. Как будто парят в воздухе. С сегодняшнего утра перевозки троллейбусами номер 6 организуются до конечной остановки улицы Грозненская и обратно. Еще на прошлой неделе соответствующая инфраструктура протестирована, включая контактную сеть троллейбусов. Тестовые заезды прошли успешно. Мы с этим маршрутом давным-давно знакомы. Он для нас был накатанный. И до закрытия этого движения ежедневно на нем перевозили до 10 тысяч человек. Поэтому для нас, конечно, это тоже событие, потому что мы надеемся, что с повторным открытием этого маршрута у нас увеличится пассажиропоток. Часы пик выпуск транспорта по троллейбусному маршруту номер 6 составит 10 единиц, а интервал движения – 12 минут. В межпиковое время будут курсировать 8 троллейбусов с интервалом в 15 минут. При росте пассажиропотока в летнее время будет рассматриваться возможность увеличения количества троллейбусов, выходящих на линию. Мария Левина, Сергей Баскин. События. При наведении порядка в городе внимание уделяют и такой важной инфраструктурной детали, как остановочные павильоны. Подробности в сюжете Ольги Волковой. Чисто и красиво. В рамках месячника по благоустройству город продолжают приводить в порядок. Среди актуальных сезонных работ – помывка и очистка остановочных павильонов. Всего в оперативном управлении учреждения находится 406 остановочных павильонов. Каждый остановочный павильон в месяц омывается по два раза. Очистка от объявлений – полная помывка. Ежедневно на очистку и помывку остановочных павильонов выходит по пять бригад. В каждой по два-три человека. В зависимости от степени загрязнения выходит от 15 до 30 минут. Приезжаем на остановку, обливаем ее водой, начинаем снимать объявления и большие загрязнения с помощью скрепка. Потом обливаем еще раз водой и уже протираем начисто. В день бригады справляются с уборкой около 30 городских остановок. Горожане отметили важность выполнения данного вида работ. Ведь в чистом павильоне ожидать общественный транспорт стало гораздо комфортнее. Ну, больше чистоты стало. Снег быстро убрали. Все любят чистоту. Поэтому нужно каждому следить за собой и за своими окружающими, для того, чтобы кругом было чисто. Власти призывают жителей Самары бережно относиться к общегородскому имуществу. А также приглашают принять участие в субботниках, оказывая помощь в уборке городских территорий. Ольга Волкова, Николай Епифанов. События. К большой воде готовы. В Самаре прошла командно-штабная тренировка муниципальных и спасательных служб, а также заседание городской противопаводковой комиссии. Специалисты посмотрели, как организована работа пункта временного размещения жителей, как составлены планы движения техники, а также определили, каким районам больше других угрожает весеннее половодье. Подробнее в репортаже нашей съемочной группы. Несмотря на снежную зиму, в этом году в Самаре ожидается спокойный паводок, уровень которого не будет превышать нормальных значений. Но даже в таком случае некоторые низинные территории города будут подтоплены. Такие участки есть в Красноглинском, Кировском и Куйбышевском районах. В последнем сегодня и собрались муниципальные службы, чтобы проверить готовность к ежегодному природному явлению, и еще раз отработать вопросы оповещения и эвакуации населения, развертывания водооткачивающих средств и защиты объектов коммунальной и социальной инфраструктуры. Прогноз на сегодняшнем половоде, его регулируется федеральным центром, мы ориентированы на отметку 32,5 в данной ситуации. Если говорить штатная или не штатная ситуация, но по этой отметке мы всегда работаем. И почему проводили тренировку в Куйбышевском районе, потому что до подтопления здесь на 80, будем 90 процентов, это частный сектор, который при этой отметке будет подтопываться. Само заседание штаба по организации работы в условиях паводка прошло в школе номер 57, которая, в случае необходимости, приютит на время жителей подтопленных районов. Участники встречи обсудили вопросы расселения людей, а также посмотрели, как обустроен пункт временного размещения. На входе проверяют документы и состояние здоровья. В кабинетах развернуты спальные места. Отдельные комнаты есть для родителей с маленькими детьми. Для временных переселенцев доступны медпункт и столовая на 300 мест, где организовано питание и выдача сухого пайка. Всем у нас обеспечены ложки такого качества, такая посуда или и тому подобное. На 300 человек мы обеспечиваем питание. Вот это? Да, конкретно в этом зале. Обсудили участники встречи схемы движения транспорта. В районе организовано несколько остановочных пунктов, откуда жители заберут автобусы. Все маршруты к пунктам временного размещения составили, учитывая разный уровень разлива рек. 12 пунктов определены, мы привезли сюда, а потом, ведь есть еще ПВРы, которые не здесь, те, которые везете, вы их... Все-все привезли. Ну, все мы ездим. Кровь и маршруты. Свою подготовку показало и Управление гражданской защиты. Они продемонстрировали работу передвижного пункта управления главы города. В машине установлена система видеонаблюдения, которая передает сигнал с места происшествия сразу в штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Выехала оперативная группа сюда. Глава находится у нас в Управлении гражданской защиты, где развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. И там она на экране видит картинку отсюда. Куда выехала машина? А специалисты городского поисково-спасательного отряда представили все необходимое оборудование, снаряжение и технику, которые будут задействованы в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. 12 апреля в России отметили День космонавтики. Полет Юрия Гагарина в космос стал величайшим событием 20-го столетия. Благодаря труду тысяч соотечественников произошел научно-технический прогресс, который изменил ход истории. Отметили свой профессиональный праздник и сотрудники РКЦ «Прогресс». Как прошел День космонавтики на одном из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли, расскажет Максим Магомедов. В Самаре отметили 61-ю годовщину первого полета человека в космос. Губернатор области Дмитрий Азаров поздравил ветеранов космической отрасли и сотрудников РКЦ «Прогресс» с их профессиональным праздником. По традиции, чтобы отдать дань памяти советскому конструктору ракетно-космической техники, герою социалистического труда Дмитрию Ильичу Козлову, к его мемориальной доске возложили цветы. Дмитрий Ильич Козлов, безусловно, один из тех выдающихся людей, благодаря которым человечество открыло космос, благодаря которому наша Великая Родина стала космической сверхдержавой. После церемонии возложения цветов в конференц-зале РКЦ «Прогресс» состоялось расширенное заседание научно-технического совета, посвященное Дню космонавтики. Во время приветственной речи Дмитрий Азаров пожелал ветеранам РКЦ «Прогресс» крепкого здоровья, а также поблагодарил трудовой коллектив предприятия за активное участие в сборе гуманитарной помощи для детей Донбасса. Я очень рад тому, что РКЦ «Прогресс» сохраняет лидерские позиции, является флагманом корпорации «Роскосмос». Сегодня, благодаря предприятию, как и в предыдущие годы, обеспечивается космический щит нашей Великой России. У нас здесь получила в жизнь легендарная «семерка», которая до сих пор считается непревзойденной ракетой. Именно благодаря славному трудовому коллективу Юрий Алексеевич Гагарин открыл космическую эру. Глава города Елена Лапушкина, которая также побывала на РКЦ «Прогресс», отметила, что 12 апреля – знаковый день для Самары. Память о полете Юрия Гагарина в космос сохраняется в названиях улиц, парков и скверов. Космическому музею исполнилось 15 лет со дня открытия. Елена Лапушкина поблагодарила всех работников космической отрасли и пожелала им дальнейшего развития. Я рада искренней возможности сегодня поздравить вас лично с праздником. Вас, людей, которые прославляют наш город, прославляют в России и за рубежом, как центр ракетно-космической отрасли. Я в этот день хочу пожелать предприятию, конечно, успешной реализации всех намеченных проектов. Хочу пожелать всем вам мира, добра, благополучия ваших семей. Генеральный конструктор РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов в ходе своего доклада обозначил ближайшие перспективы завода и пожелал сотрудникам успешной реализации всех намеченных планов, а также отметил важность подготовки новых профессиональных кадров. Хочу поблагодарить самарские вузы за ту большую работу, которую они делали по воспитанию молодежи и самарский техникум, который космического машиностроения, который по имени Козлова. Лучшие сотрудники РКЦ «Прогресс» получили заслуженные награды от губернатора области, главы города и губернской думы. Максим Магомедов, Николай Епифанов. События. 535-й космонавт мира, герой России Сергей Рязанский, ступил на Самарскую землю. В регионе прошел фестиваль «Открытый космос», в рамках которого у космонавта были запланированы встречи с студентами и школьниками, которые живо интересуются наукой. Обо всем подробнее расскажем в следующем репортаже. Сергей Рязанский рассказывает, когда поступил в МГУ на вирусолога и не думал, что когда-нибудь окажется в космосе. В итоге единственный из группы прошел отбор и загорелся мечтой покорить необъятное пространство. Сейчас за плечами у него два полета на Международную космическую станцию и множество проведенных исследований. Он единственный в мире ученый, командир корабля. Появилась и новая цель – полететь на Марс. Я считаю, что человечество уже готово технологически, морально осваивать эту планету. Понятно, что проект сложный, проект дорогостоящий. В общем, я абсолютно уверен, я об этом всегда говорил, что это должен быть полет не отдельно, японцы, китайцы, американцы и так далее. Это должен быть полет человечества. Мы должны работать вместе. Космонавт делится. Достичь заоблачных высот ему помог неподдельный интерес к науке, который привели родители. Такой же интерес он пытается пробудить в детях. Как отмечает герой России, юному поколению важно показать всю палитру возможностей и рассказать об интересных профессиях. С этой целью он на протяжении нескольких лет встречается со школьниками. Одна из таких встреч прошла в Самарском университете в рамках фестиваля «Открытый космос», куда приехали 400 учащихся из разных регионов России. У нас есть делегации сейчас на площадке из 60 регионов Российской Федерации. И выбрали мы именно Самару, потому что Самара связана с космической промышленностью. И мы как раз хотели показать, насколько заинтересовать детей, чтобы они, посмотрев на все, что есть в Самаре, тоже, возможно, загорелись этой идеей, что каждый может из них стать космонавтом. Космонавту Рязанскому провели также экскурсию по университету. Показали Центр приема и обработки космической информации, Музей авиации и космонавтики, а также несколько лабораторий, в том числе наноспутниковых технологий, где сейчас разрабатывают новую модель космического аппарата. Это одно из направлений, которые мы в том числе продвигаем и для школьников в рамках наших конкурсов и совместных проектов, например, с Центром Артек, с детским центром. И один из таких спутников, как раз Сергей Николаевич его тоже смотрел, показывали, разрабатывается под программу SpaceP для дальнейшего запуска в рамках этой программы. В конце встречи космонавт рассказал школьникам об интересных фактах из жизни астронавтов. К примеру, о том, как в космосе проводят срочные хирургические операции, и даже о том, как приготовили первую в истории космическую пиццу. Максим Магомедов, Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Народная артистка России Ильза Лиепа побывала в обновленных библиотеках Самары имени Крупской в библиотеке народов Поволжья. Интерес к этим учреждениям не случайен. Балерина очень любит читать и сама пишет книги. Своими впечатлениями она поделилась с нашей съемочной группой. Народная артистка Российской Федерации, балерина Ильза Лиепа, с интересом рассматривает модели изобретений великого ученого Леонардо да Винчи. Они украшают потолок и стены библиотеки имени Крупской. Деревянный винт по замыслу автора должен был поднять прикрепленный к нему объект в воздух. Да Винчи умел дерзко мыслить, и его модели украшают стены учреждения не случайно, как символ того, что реальность – это воплощенная мечта. Я потрясена тем, что я сегодня увидела. Вот здесь, где мы находимся, пространство для детей. Мне кажется, что это удивительный, необходимый в наше время формат интереснейшего творческого пространства. Какие бы ни были передовые технологии, я понимаю, что можно читать электронную книгу, но я все время пытаюсь и своей доучери тоже рассказать, что вот книга, у нее есть запах, ты открываешь, там есть рубашка, да, и что вот это вот ощущение шелеста страниц, что это ни с чем, ничем не заменить. Знаменитая балерина тоже пишет книги, делится самая дорогая для сердца сборник театральной сказки, которую она написала, когда ждала появления на свет дочки Нади. И только одну сказку я написала уже специально для нее, она у меня очень любила лягушек, и я как-то ее спросила, давай я тебе напишу сказку, что тебе, про кого тебе написать сказку? Она сказала мне, напиши про лягушку. И так родилась еще одна сказка «Лягушка-балерушка». Современные библиотеки – это пространство, в которых можно не только почитать книги, но и попробовать себя в творчестве и даже отправиться в виртуальное путешествие. Библиотеки оснащены VR-очками. В путешествии по Самарской луке можно одеть очки, походить, погулять по горам, посмотреть на цветы. Конечно, можно же посмотреть, допустим, праздник света, как проходит он в разных городах, или поплавать в подводных мирах, посмотреть подводные музеи. Народная артистка России Ильза Лиепа рассказывает печально наблюдать, как многие семьи проводят все выходные с детьми в торговых центрах. И здорово, что в Самаре есть альтернативный вариант для отдыха семьей – модельной библиотеки. Все занятия в которых проходят бесплатно. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, события. На этом пока все. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самары Гиз. Подписывайтесь на телеграм-каналы, странички в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите на платформе Рутюб. Всего вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова